Болельщики в ожидании хоккейного праздника заполнили трибуны Ледового дворца. Полон был и веб-сектором. В первом техническом тайм-ауте все внимание болельщиков переключилось именно туда. Там губернатор области Олег Кувшинников поздравил с большим достижением череповецкую волейболистку Наталью Дианскую, которая стала первой в истории Влагочины чемпионкой Европы. Предстоль большой поддержки зрителей, все это видели хоккеисты, все это показывают по телевизору, это, мне кажется, даст определенный импульс нашим хоккеистам, чтобы достичь таких же результатов и в их профессиональной карьере. На стартовых эмоциях хоккеисты Северстали смогли быстро открыть счет. Первый гол на домашнем льду в этом сезоне забил Глеб Клименко. Гости отыгрались в похожей ситуации, также реализовав выход один на один с ротарем. Далее пришло время восходящей звезды Северстали. Павел Бучняевич проявил настойчивость перед воротами Динамо и стал автором второй заброшенной шайбы в матче. А уже на первой минуте второго перевода Павел оформил голевой дубль. И снова голевую пас ему отдал капитан Северстали Владимир Антипов. Обычная игра. Старшие партнеры отдали, конечно. Удачные с течением пытались. В заключительном третий матче Северсталь спокойно оберегала свое преимущество. Под занавес матча смогла забросить еще одну шайбу при игре в меньшинстве. Линус Видель вывел на убойную позицию Николая Бушуева. 4-1. Лишь за 11 секунд до финальной сирены меньшане смогли один гол отыграть. Итог матча 4-2. Первая домашняя победа Северстали. После длительного турне приятно было увидеть наших болельщиков, которые нас на протяжении всей игры поддерживали. Огромное им спасибо. Значит, игра получилась интересная. Минская динамоорганизованная команда. Хорошо сыграли в дебюте игры в начале. Значит, вовремя реализовали свои моменты. Неплохо сыграли в обороне. В целом, ребята молодцы. Следующий матч Северсталь проведет на своем льду 18 сентября. Соперником станет Новобранец КХЛ «Хорватский Медвежчак». Прямую трансляцию этого матча смотрите на 12-м канале в Череповце и 7-м канале в Вологде.